На этой неделе певица Зара была ведущей праздничного концерта, посвященного Дню Народного Единства в Государственном Кремлевском Дворце. Поэтому Антон Сихрулидзе совсем не переживает из-за сегодняшнего выступления. Ведь когда твоя партнерша работает в Кремле, проиграть довольно сложно. Сегодня мы находимся в самом главном концертном зале страны в Государственном Кремлевском Дворце. И сегодня очень важный праздник, мне кажется, для нашей страны – День Народного Единства. И мне посчастливилось быть ведущей на этом прекрасном празднике. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, наши соотечественники! В роли ведущей я себя пробовала впервые, но, честно говоря, певицей быть легче. До свидания, дорогой и милый, вечно странник, в океане грез. А тебе нравится, как я пою Антон? Мне очень нравится, как ты поешь. Мне нравится, как ты катаешься тоже. Номер на полу будет латиноамериканский, он будет страстный, он будет о любви. Образ у меня мужчина… Брутальный. В общем, я сам себя и играю. Да, Антон, хорошо. Давайте тогда салоним, как видите, как есть так. Мы этот праздник для гитарных берем, Саша. Мы перед этим праздником… Вы знаете, как… Следующий проект для меня – это в карате я буду. Оставить. Мне действительно все очень нравится, и тот номер, который у нас будет в этот раз на полу, он действительно как-то нам лег в ноги, в руки, в туловище. В душу. И в душу, конечно же. Поэтому мы как-то с нетерпением и с такой жаждой… С волнением, трепетом. Ждем этого номера. Когда мужчина говорит, даже горы молчат. Здрасте, здрасте. И мы, мы молча ждем, в ожидании находимся. Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Зара и Антон Сихруридзе танцуют под «Мэвой» в исполнении «Ясмин Левит». Помните фразу, которую Антон в шутку сказал перед началом выступления? Когда говорит мужчина, даже горы молчат. Вот Антон сегодня на танцполе настоящий мужчина. Это, по-моему, очень сложно. Всю партию первым номером. Но в его руках партнерша, по-моему, чувствовала себя абсолютно надежно и уверенно. Да, вы знаете, мне очень понравилось качество Антона. Абсолютное чувство правильное партнерство. Как подать партнершу и как самому выразить свои чувства. А партнерша очень хорошо передает сочетание танца и вокала. Изумительно музыкально, изумительно выразительно и пластично. И композиция очень хорошо передает состояние этой пары в этом танце. Браво, Анташа. Умничка. Спасибо. Молодец. Молодец. Потрясающе. Ну, не значительно. Молодцы, 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 молодцы. Просто это только... Я даже не знаю, какие там помарочки были. Сделал лучше, чем репетицию. Вот правда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМ, 6-0. Средний балл, 6 баллов ровно. Общий балл, 12 баллов ровно. АПЛОДИСМЕНТЫ Короче, вы знаете, мне, естественно, тоже понравился очень этот номер из Зары. Антон, молодцы. Но мне еще очень понравилась роль Шарфа. А вам? Роль Шарфа была замечательная. Илья поставил прекрасный номер. Единственная опасность была запутаться, но... Фантастический профессионализм Антона, как всегда, себя оправдал. АПЛОДИСМЕНТЫ И то, что... Сегодня высокие оценки идут, постоянно-постоянно нарастают. Те, кто когда-то катался на льду и продолжают кататься, у меня такое ощущение, что они стали больше уделять время паркету. Поэтому... Успехи налицо! Поздравляю! Блистательно! Саша. Был не только Шарф, был еще и стул. И всякие разнообразные трюки на стуле, так, чтобы сделать это корректно. С одной стороны. С другой стороны, чтобы это не походило на акробатический этюд, а было в танце, вплетено в сюжет. Это говорит еще раз о корректности Антона, о прекрасной постановке Ильи, и насколько поднялась по уровню, по своему мастерству Зара. Поэтому такие оценки вы видите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зара, скажи мне, пожалуйста, насколько тебе сложно открыть свою душу, да, и рассказать про вот такую страшную историю? Вот для меня была задача, главное, показать сильную женщину. Потому что я поставила такую цель, ну, такую историю придумала себе, что я женщина уже, которая пожила, которая много любила, но есть одна любовь, которую я не могу забыть, и которую мне нужно отпустить и жить дальше. И вот этот Шарф, он символизировал именно эту любовь. Отпустила. АПЛОДИСМЕНТЫ Антон, скажи, пожалуйста, а что тяжелее, регулярные тренировки или вот само выступление? Если позволите, я прежде всего поблагодарю Зару. И мне приходится развиваться здесь, в зале, только лишь потому, что Зара развивается еще в два раза быстрее. И она и есть сейчас стимул для меня расти. Спасибо огромное, Зара. Спасибо. Спасибо вам большое. Ты обворожитель. Спасибо. Спасибо.